уважаемые стрельцы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 21 по 27 августа расклад подойдет и женщинам и мужчинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу что мы сегодня будем просматривать общие характеристики всей этой недели все что касается работы доходов расходов любых текущих дел для вас важных в зависимости от того какая информация будет исходить от расклада внешний мир в отношении вас ваша личная жизнь долги и кредиты скрытые факторы ваши сильные стороны ваши слабые стороны все это покажет расклад подведем итоги этого периода посмотрим какими для вас могут быть выходные дни в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания это карта который я достану самое последнее в произвольном порядке ответит на загаданный вами вопрос поэтому думаете о своем желании колода настраивается на вас также напоминаю что все те кто знает свой асцендент просмотр вы также можете делать и по асценденту колода готова и я приступаю к выкладке уважаемые стрельцы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению обращаю ваше внимание на то что расклад начинается мы с десятки мечей карта довольно таки сложная в скрытых факторах я вижу четверку мечей в основе вашего расклада я также вижу карту старшего аркана правосудия а богиня правосудия также изображена с мечом в руках все это может говорить о том что на момент просмотра у вас могут быть определенные сложности и то что сейчас что-то вам дается очень непросто или нелегко много спорных вопросов много противоречий вашей душе вам бесконечно приходится чего-то ждать и за что-то бороться первая карта вашего расклада десятка мечей может показывать или эмоциональное истощение либо физическое истощение поэтому конечно же по первой карте вам стоит задуматься о своем здоровье возможно вам просто нужен отдых но если меня смотрят люди у которых есть хронические заболевания тут не мешало бы и подлечиться сама по себе эта карта может предполагать то что какой-то сложный жизненный этап подходит к своему логическому завершению что-то как будто бы закрывается будут новые возможности вашей жизни что-то будет меняться но пока сложно и вот эта карта может даже говорить о том что в некотором смысле у вас может быть и мысли немножко подавлены потому что может казаться что какой-то ситуации нет выхода ситуация безвыходности но по раскладу я вижу что это не так может быть на тот момент на том этапе который вы проходили ранее действительно в чем-то вам жизнь давала испытания и ситуации могли казаться в каком-то моменте безвыходными но все равно я вижу что что-то будет решаться просто на что-то нужно время конечно по первой карте никаких серьезных или новых дел с понедельника начинать лучше не стоит но и впадать в депрессивные состояния тоже не стоит тем более что ваши кармические задачи на этот период выпала девятка жезлов центр вашего расклада и она говорит о том что вы должны быть активным вы должны подниматься вставать с колен идти ползти как угодно но что-то делать на входящие события для вас выпали две замечательные карты и это сразу две десятки обращаю ваше внимание на то что вообще расклад начался с трех десяток сами по себе вот эти уже три карты говорят о том что будут какие-то перемены в этом периоде обязательные но возможно вы сейчас еще чего-то не видите или что-то не учитывайте потому что это как что-то то что может прийти как неожиданно изменения но позитивного характера потому что две десятки хорошие следующие это 10 чаш 10 жезлов то здесь вы чему-то радуетесь здесь вы уже чем-то видите конкретный результат но этот результат вы получите благодаря собственному труду усердием но и кто-то вам еще здесь будет помогать близкие родные люди или те люди на которых в чем-то можете рассчитывать или как бы за какой-то интерес вы с кем-то боретесь как командой или сообща даже если вы что-то делаете в одиночку явно все равно есть ваши судьбе люди на которых вы можете в чем-то опираться по этим картам вашу жизнь входят и новые обстоятельства и новые возможности с двумя этими картами у тех у кого действительно проблемки по здоровью вы сможете немножечко подлечиться у кого-то может появиться время на желанный отдых потому что вам этот отдых многим необходим по десятки чаши по десятки жезлов на этой неделе многие из вас способны будут совместить и работу и что-то то что связано с домом семьей с близкими людьми может быть это что у кого-то намечается торжественное событие праздничное событие в доме может быть у кого-то дни рождения может быть это просто отдых который у вас идет по плану с семьей все это для вас возможно десятка жезлов все-таки показывает вас как людей очень сильных которые если ставят перед собой цель вы к ней идете и вы ее достигаете любыми путями несмотря на усталость несмотря на какие-то тернии вы получаете то что задумали эта карта показывает огромный объем возложенных на вас обязательств которые вы добровольно взвалили на свои плечи и вот этот груз вот это бремя тащите возможно вы решаете не только свои задачи но и еще кому-то помогаете из близких людей тех кто рядышком с вами потому что семья может нуждаться в вашей поддержке ваши дети могут ждать от вас помощи или ваши родители и вы действительно показано как человек очень обязательный вторник среда четверг многое в динамике и многое в запуске так как центр вашего расклада выпала девятка жезлов она говорит о том что есть какие-то старые проблемы которые вас постоянно беспокоят и что-то постоянно как будто бы возвращается на круги своя какая-то проблема ходит по кругу ее снова вам нужно решать возможно это не один вопрос важный для вас здесь важно что-то отстоять удержать отбить потому что карта может показывать и некоторую борьбу или противостояние с кем-то или какие-то конфликтные сложные ситуации в которых вам нужно быть твердыми и убедительными настойчивыми вы показаны как люди не робкого десятка вы такие бойцы бойцы по жизни при том что мужчины что женщины как бы вас жизни била не ломала а вы крепчаете и чем сложнее тем больше у вас желания и стремления что-то в своей жизни изменить неделя конечно может быть напряженной и в профессиональной в рабочей сфере финансовой сфере потому что и в дом финансов рядышком выпала семерка жезлов видите три карты огня подряд говорят о том что много страстей много эмоций может быть из-за денег у вас кем-то возникают споры выяснения отношений может быть это в работе также определенные препятствия конечно с вами может кто-то конкурировать у вас могут быть враги но показано что вы на несколько голов выше этих людей и все-таки то что ваша у вас из рук вырвать никто не может также в малый крест вашей судьбы выпала карта короля мечей это говорит о том что если меня смотрят мужчины стрельцы очень много будет зависеть от вашей смелости от вашей где-то даже жесткости даже где-то без компромиссности в рабочих деловых вопросах но и в семье в доме вы тоже хотите порядка подчинения и уважения конечно по королю мечей в этом периоде могут обсуждаться любые сложные вопросы касательно не только работы но может быть и чего-то официального может быть у кого-то что-то оформляется по бумагам по документам или проходит через госструктуры или через официальные лица вопрос показано что в сложностях но решить его впоследствии для себя вы сможете если говорить о женщинах стрельцах то большое влияние на вашу жизнь имеет мужчина по королю мечей возможно это мужчина стихии воздуха близнецы весы или водолей по гороскопу но не обязательно это может быть любой волевой мужчина чиновник врач юрист адвокат через которого вы что-то также решаете какую-то свою проблему но получается так что у вас может быть с этим человеком также возникает сложный разговор или определенная конфронтация на помощь вами идет еще один мужчина из внешнего мира по рыцарю чаш это может быть ваш какой-то друг знакомый любимый или родственник человек с которым вы что-то будете обсуждать но это положительное известие если здесь мы видим напряжение то здесь положительное известие я вижу что вы постоянно пытаетесь балансировать свои финансы чтобы их на все хватило а это говорит о том что действительно с деньгами есть затруднения даже у тех кто зарабатывает вам сложно удерживать деньги вам сложно накапливать это может быть очень много расходов как предвиденных так и непредвиденных и вам постоянно нужно вращаться как белка в колесе не минуты покоя по факту то есть если даже вы делаете приостановку в жизни скорее всего она вынуждена потому что либо вы уже совсем силы на что-то теряете либо это какое-то препятствие которое вам нужно пройти но вы идете вперед давайте возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех всех кто при работе и те кто не работает что вам нужно знать те кто при работе верхняя карта и это туз жезла во первых эта карта может показывать обновление в основной рабочей сфере карта вас показывает как человека очень яркого идейного харизматичного активного и вы за свои идеи должны бороться вы должны действительно что-то пытаться реализовывать и других людей уметь увлекать своими идеями вы действительно можете быть как человек зажигалка ваши идеи интересны тем кто рядом у вас будут появляться единомышленники и может быть у кого-то они уже есть то есть что-то вы здесь можете продвигать это могут быть и в корне новые проекты также для вас интересны может быть вам кто-то что-то предлагает новое интересное то что вас также может заинтересовать карта совета девятка чаш конечно эта карта говорит о том что с кем-то вы что-то будете решать сообща потому что это может быть чем-то хороший результат благодаря коллективным действиям как минимум нескольких людей а то и целой команды также эта карта может говорить о том что вам возможно не хватает отдыха и карта может просто показывать отдых может быть кто-то не был в отпуске я вижу что вам сейчас особо не до этого ощущение того что вы не можете расслабиться по раскладу но по факту если вы себе сделаете не большой отдых от этого ваша работа не пострадает хотя сложности как мы видим по девятке шестов все таки возникают теперь возьмем карты для тех кто в этот период вошел не работая что нужно знать вам для вас выпала королева чаш если говорить о женщинах стрельцах многие из вас натуры очень творческие развитые у вас может быть желание начать какой-то свой проект и это вполне для вас возможно но скорее всего вам понадобится помощь или поддержка мужского лица идеи хорошие я вижу что вы хотите работать на себя а не на кого-то хотите работать обособленно эта карта для вас может показывать любую женщину как знакомую родственницу или подругу с которой вы обсуждаете ваше будущее трудоустройство или поиск работы да может быть с работой помогает женщина это касается и мужчин возьмем карту совета для вас для вас на свет выпла карта дьявола карта очень сложная она может говорить о том что вашей жизни есть очень много искушений и соблазнов при том эта карта может показывать любые жизненные страсти и страхи ваши внутри когда может быть вы переживаете о том что что-то не получится что-то я не сумею но внешне вы должны проявлять невозмутимость глаза боятся руки делают внутренние страхи преодолевайте но эта карта может говорить о том что кто-то вам что-то может предлагать изначально красиво рассказал да то есть кто-то вас может в чем-то заинтересовывать предлагать может быть вам какие-то варианты по работе это может быть неофициальные доходы неофициальная работа но показано что в этой работе вы будете зависимы от других людей и тут будут какие-то неудобства поначалу обещают одно красиво рассказывают а по факту окажется другое может быть вы сами надеетесь на какую-то авантюру то что если вы что-то прокрутите что-то получите но карта очень неоднозначно рисковать с какими-то сомнительными сделками в этом периоде я вам не рекомендую тем более что расклад начался со сложной карты в центре мы видели девятку жезлов и в скрытых факторах также сложные карты поэтому или вы будете разочаровываться или расстраиваться поэтому не спешите ни с какими действиями если меня смотрят те люди которые на пенсии или вы смотрите за детьми или по другим причинам дома посмотрим что нужно знать вам для вас выпала карта рыцаря мечей из-за мужчины нервничать или мужчина идет к вам с бесконечными претензиями или мужчина вам портит жизнь или от мужчину идет какая-то не совсем хорошая информация еще одна карта для вас паш монет конечно эта карта говорит о малых деньгах они больших деньгах возможно вам действительно где-то приходится экономить деньги которые вы получаете которые есть в ваших руках они слишком малые из этих денег вы также может быть с кем-то спорите найти какую-то подработку для вас сейчас им крайне сложно но я вижу что вы все равно старайтесь не сидеть без дела тех кого волнует тема кредитов долгов если у вас есть собственные долги или должники люди которые должны вам я вижу что есть сложности с отдачей как ваши сложности когда вы кому-то тяжело деньги отдаете так и вам кто-то тяжело возвращает если должны вам те кто работает хочу добавить что многое в работе решается с трудом какие-то договоренности происходят с трудом могут быть с кем-то выяснения отношений когда вы пытаетесь расставить чем-то точки над и ну а теперь перейдем к нашим семейным парами посмотрим что в ваших домах что в ваших отношениях для семейных пар выпала двойка монеты карта короля мечей если говорить о семейных отношения довольно таки сложные вас съедает быт бытовые проблемы вы оба старайтесь что-то делать каждый занят своим делом но по факту не хватает любви близости внимание если меня смотрят женщины то ваш мужчина слишком строг слишком авторитарен я вижу что у кого-то из вас были мысли выйти из отношений но отношения пока удерживаются и вам и тому человеку который рядышком с вами не хватает легкости постоянно приходится думать и одни сегодняшнем и одни завтрашними о том где брать деньги на то чтобы закрывать какие-то вопросы по дому но по двойке монет вы все-таки справляетесь и многие задачи поставленные именно на этот период вам удается решить теперь посмотрим что у наших свободных стрельцов для свободных выпала карта старшего аркана правосудия карта пажа чаш и карта старшего аркана шута карты значимые потому что старшие арканы говорят о том что в вашей жизни уже происходят какие-то кардинальные изменения и очень важно в чем-то расставить приоритеты правильно в чем-то не сделать ошибку карта правосудия может говорить о причинно-следственной связи и того что если в вашей жизни сейчас есть какой-то дискомфорт или в чем-то неудачи были то возможно это ошибки ваших собственных прошлых действий сейчас нужно что-то корректировать даже если вы все делали правильно в вашей жизни могут происходить любом случае судьбоносные изменения которые зависят не только от вас но и еще от тех людей которые рядышком с вами по этой карте возможно в каких-то вопросах вам понадобится чья-то помощь как консультация совет разговор это может касаться любых юридических дел поэтому если у кого-то что-то решается в госструктурах то скорее всего ваш вопрос пока еще открыт не хватает информации ваш вопрос нужно лучше изучать и по шуту это будет как обновление или начать решать вопрос заново но в негативе карты говорят о том что слишком много сумбура по вашему вопросу надеяться просто на удачу глупо потому что по правосудию вам нужно бороться то что касается вашей личной жизни первая карта уже говорит о том что кто-то явно тут уже развелся кто-то может быть до сих пор находится в состоянии разводов или может быть вы имеете дело с человеком который разводится или до конца не закрыл прошлые отношения и вот эта карта говорит о том что пока вы не закроете прошлые отношения вы не можете спокойно двигаться в новые вы все время в них возвращаетесь возможно вас связывают дети какие-то имущественные вопросы что-то еще как будто бы что-то между вами недосказано или не доделано могут быть попытки у вашего бывшего или бывшие возобновить отношения если вы и общаетесь только из-за детей или из-за ребенка я не вижу того чтобы вам нужно было в эти отношения возвращаться даже если в какой-то момент вы захотите простить этого человека это будет минутный импульс порыв но потом вы можете об этом сожалеть для тех кто встречается на сегодняшний день и вы в паре очень много знаков вопросов в вашей душе по поводу этих отношений я вижу что вы стараетесь пока к этому человеку не привязываться или вы его изучаете по карте шута вы все-таки вольны выбирать это свободный выбор у вас могут быть и какие-то новые знакомства возможно вы сейчас не хотите особо серьезных отношений но при этом вы можете с кем-то общаться видеться встречаться карты могут показывать и близость но без обязательств также я вижу что для многих из вас важна не только тема вашей личной жизни на будущее но сейчас в вашей душе есть какие-то очень важные проекты новые на которые вы делаете большие ставки пока у вас недостаточно либо знаний либо опыта либо в чем-то недостаточно хороший фундамент под ногами поэтому по вашему вопросу вам с кем-то еще нужно будет советоваться но запустить в жизнь то что вы задумали для вас возможно но придется еще чего-то ждать но теперь посмотрим что в скрытых факторах скрытые факторы для вас выплыть пятерка чаш четверка мечей и карта старшего аркана повешенного все три карты сложных и они говорят о том что скорее всего последующая неделя тоже может быть сопряжена с определенными сложностями это касается и быта семьи и личных отношений потому что у вас внутренние ощущения от того может появляться что вас партнер не слышит не видит не понимает или в работе может быть с кем там вам может казаться что вас не понимают четверка мечей может показывать накопившуюся усталость когда вам действительно понадобится отдых но те у кого есть хронические заболевания опять-таки это будет уже вынужденный перерыв для того чтобы заняться своим здоровьем что-то может переходить в хроническую форму даже те у кого нет никаких физических заболеваний все равно вот эти карты говорят о том что вам нужна будет приостановка некоторая на время чтобы собраться силами перезагрузиться отдохнуть о чем-то подумать им ощущение того что просто нет сил двигаться вперед вот вы просто устали и отдых вам будет необходим ожидания чего-то если это какая-то спорная или конфликтная ситуация то не самое лучшее время если у вас снова будут возникать с кем-то споры или конфликты я вижу что у вас даже пропадет желание с кем-то ругаться на завершение этого периода для вас выпала карта туза чаш на завершение этой недели карта хорошая она показывает радость то что отдохнуть сможете порадует что-то увидеться с кем-то сможете карта рекомендует вам где-то побывать на природе подзарядиться набраться сил и энергии любые положительные эмоции пойдут вам на пользу но несмотря на то что неделя довольно таки сложная и напряженная в целом результатами этой недели по факту вы все равно будете радоваться потому что эта карта говорит о том что высшие силы с вами что откуда-то идет помощь это как божественное проведение которое вмешивается вашу жизнь конечно эта карта может показывать кого-то рядышком с вами любящего того с кем вы разделите какие-то мысли мечты надежды и с таким человеком или людьми вы можете выходные увидеться великолепная карта для личных отношений она может говорить о том что кто-то может влюбиться кто-то может быть думает о развитии определенных отношений для кого-то это может быть новый творческий проект и вообще если у вас есть какие-то хобби увлечения желания вы непременно должны их развивать но теперь давайте посмотрим на карту дополнительного совета или карту форс-мажора обратите внимание на то что выпала и еще одна десятка все десятки из колоды вошли в ваши стат четыре десятки однозначно перемены и однозначно перемены хорошие то есть все вот эти испытания которые вы сейчас проходите можете проходить еще и в начале следующей недели они будут не напрасными потому что вот эта карта говорит о результате хорошем радости в доме о получении прибыли о том что что-то сможете сделать для близких для дома для семьи и может быть неожиданно для вас ваши близкие вас чем-то поддержит порадует карта может показывать и семейное торжество праздник или ваш семейный или может быть вас куда-то могут приглашать ну а теперь посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала великолепная карта старшего аркана звезды конечно да я так полагаю что вопрос был не один вольно или невольно в вашей голове вопросы выстраивались вереницей потому что один важный вопрос тянет за собой не менее другой важный вопрос задач по этой карте очень много и возможности тут есть вам будет помогать сама вселенная вашем вопросе и тут сбудется ваше не одно желание если меня смотрят женщины мужчина в чем-то будет помогать либо мужчина моложе вас либо может быть у кого-то есть взрослый сын молодой человек на которого вы в чем-то сможете рассчитывать может быть чего-то придется некоторое время подождать потому что да есть некоторое подвисание если рассматривать ваш вопрос глубже но по факту это да по звездам конечно на развитие вашего вопроса нужно больше времени то здесь может уйти у кого-то месяц у кого-то несколько месяцев в зависимости от того какой сложности вопрос был задан а так как мы видим что здесь не одна задача поэтому показано что и время нужно но теперь давайте возьмем еще несколько дополнительных карт из той колоды которую вы видите у меня в руках будьте готовы к любой информации она может быть весьма неожиданной даже порой провокационной давайте посмотрим что еще вам нужно знать на ближайшее время первой карты для вас уже выпал кукловод какая-то привязка кто-то вас держит возле себя и пытается вами постоянно манипулировать или вы кого-то пытаетесь к себе привязать и кем-то пытаетесь манипулировать что тоже вполне возможно я вижу что вас ждет какая-то дорога скорость каких-то делах срочность куда-то прям лететь будете спешит торопиться и еще одна карта полета явно у кого-то здесь может состояться дорога даже на дальнее расстояние у кого-то может даже с перелетом у кого-то это может быть просто дальняя дорога не обязательно что вы куда-то самолетом будете лететь но дорога дальняя которая вам предстоит может быть по поводу этой дороги у кого-то тут идут манипуляции или сложные разговоры но я вижу что эта дорога вам все-таки необходимо возьмем для вас еще одну карту на совет на свет выпала карта короны или карта своего рода игры карта говорит о том что вам нужно будет чем-то рисковать а кто не рискует тот не пьет шампанского здесь мы видим кости а на костях шестерочка и троечка это возможность что-то получить победа радость возможность шанс удача все эти термины к вам применимы и кто из ситуации которую мы сейчас с вами обсуждаем чего эта ситуация больше касается открылась карта древа эта карта может касаться дома семьи или личных отношений но в то же время может касаться и в общем вашего развития или того что от вас могут зависеть те люди которые рядышком их последующее развитие то здесь очень глубокий я так понимаю момент для вас и очень важный но даже карта древа говорит о том что есть чем-то возможности видите карта кольца как содружества возможность кем-то договориться что-то получить что-то решить и даже карта может показывать какие-то важные бумаги документы или официально заведение учреждения когда с кем-то заключается важный официальный договор вот такая дополнительная информация уважаемые стрельцы таковым для вас был расклад на этот период всем вам удачи пусть все сложные карты проиграются для вас максимально безболезненно и гармонично вас действительно по раскладу ждут перемены и во многом они будут благоприятные всем удачи возможности подписывайтесь на мой канал оставляйте обратные комментарии пишите как неделя с вами проигралась было ли вам интересно и полезно я не прощаюсь с вами я вас всех жду обязательно на следующей неделе в следующих видео всем до свидания а